В связи с изменениями в руководстве Кашхабльской центральной районной больницы, начиная с 28 апреля текущего года, обязанности главного врача временно исполняет Назирет Чагатулук, ранее занимавшая должность заместителя главного врача. Назирет Махмудовна трудится в районной больнице с 2012 года. Ее общий трудовой медицинский стаж составляет 15 лет. Недавно наша съемочная группа провела интервью с ней, чтобы узнать о ее видении будущей работы. Назирет Махмудовна, Вам уверено руководство главного учреждения здравоохранения района. С чего планируете начать работу в новой должности и какие задачи ставите Вы перед собой в первую очередь? Добрый день. Задачи перед собой я ставлю, чтобы привлечь кадры и восполнить кадровый дефицит в центральной районной больнице для оказания квалифицированной медицинской помощи населению Кашхабльского района. С начала новой трудовой деятельности мы уже привлекли двух кадров. Это врач-терапевт участковый, который будет работать во врачебном амбулатории поселка Дружба. Также в районной поликлинике будет вести прием врач-эндокринолом с большим опытом работы. Она жительница нашего района. Как Вы сказали, дефицит профессиональных кадров – одна из основных проблем здравоохранения в общем и в районе. Что планируете предпринять данные направления? Какие методы и причины? Дефицит кадров мы будем восполнять тем, что мы будем привлекать специалистов для работы в сельской местности. Сейчас выделяются специальные социальные выплаты врачам в размере 50 тысяч рублей. Также они могут участвовать по программе «Земский доктор» на выплату в размере 1 миллион рублей. Есть населенные пункты в нашем районе, они как трудно отдаленные от райцентра. Там выдают даже полтора миллиона. Поэтому будем привлекать. Также районная администрация предоставляет жилье по соц. найму. Мы и туда врачей будем ставить на очередь, чтобы в дальнейшем это жилье было приватизировано и стало собственностью. Также у нас в июне планируется трудоустроиться врач-невролог на постоянной основе в неврологическое отделение, в круглосуточный стационар и врач-отоларинголог, который будет вести ежедневный прием в районной поликлинике, принимать и деток, и взрослых. Так что мы очень ждем эти кадры. Следующий вопрос. Что можно сказать о материально-технической базе центральной районной больницы? По оснащению, да. Ну, материально-техническая база центральной районной больницы состоит из КТ-аппарата. На сегодняшний день это один из лучших КТ-аппаратов в республике. Рентген-аппарат, цифровой флюорограф, маммограф цифровой. Два аппарата УЗИ у нас уже в наличии. Третий мы приобретаем, и он уже у нас будет в конце этого года. Это тоже новейшие. Дефибрилляторы, ЭКГ, остальные все аппараты у нас просто они менее масштабные, но в наличии все по стандарту имеется. То есть для обследования в наличии... Да, для обследования на базе районной центральной больницы у нас все имеется. Скажите о работе ФАПов и возможности получения первой медико-санитарной помощи жителям на лесах. В районе сейчас функционирует 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Все они заняты кадрами. Там есть фельдшера на местах, которые ведут прием и оказывают помощь населению, которые обращаются в фельдшерско-акушерский пункт. Из 10 ФАПов на сегодня 8 соответствуют стандартам. Два ФАПа у нас в очереди на капитальный ремонт в 2025 году. Деньги на это уже выделены. Строительство начнется в 2026 году. И последний вопрос. Имеются ли проблемы с обеспечением льготной категории граждан медицинскими препаратами? На сегодняшний день мы обеспечиваем граждан по трем видам. Это по федеральной льготе. Это люди, у которых есть группа инвалидности и сохранен социальный пакет. Также есть вторая категория. Это региональная льгота по особым нозологическим заболеваниям. Они имеют право, не имея группы инвалидности, получать лекарственные препараты бесплатно. И третья группа – это федеральная программа. Это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с их осложнениями. Лица, перенесшие инфаркт, инсульт, перенесшие стентирование, катетерную абляцию и шунтирование, имеют право в течение двух лет получать бесплатные медикаменты по назначению врача. И таких пациентов на сегодняшний день у нас 117 в районе. Мы их обеспечиваем всем необходимым, никаких трудностей нет. Всем этим пациентам назначается очень дорогостоящая антикоагулянтная терапия. И на сегодняшний день для обеспечения у нас все есть. Продолжение следует...